Машины скорой помощи от британских школьников для украинцев. В Великобритании волонтеры обратились за помощью в учебные заведения. Инициативу уже подхватили семь частных школ. Две машины уже готовы к отправке. Одну доставят в Харьков, а вторая уедет на фронт. Две машины скорой помощи заезжают во двор одного из старейших учебных заведений Англии. Автомобили купили за деньги, собранные учениками этой школы. Вау, давайте пустим младших школьников посмотреть. Эти скорые уже прошли техобслуживание и готовы к дальней дороге. Когда мы доберемся до украинской границы, то прикрутим мигалки назад. И это будет уже настоящая скорая. Дети залезли в машину, чтобы лучше рассмотреть покупку. Я никогда не был внутри такой машины. Эта скорая, хоть и не новая, но полностью готова к работе. В середине есть все необходимое оборудование для спасения жизней. Можем устроить соревнования. Сколько людей поместится в одну скорую. Иногда, когда собираем деньги на благотворительность, мы просто отправляем куда-то средства. Мы не видим немедленного результата. А наш директор, учителя и сами школьники очень хотят, чтобы их усилия имели быстрый и ощутимый эффект в Украине. Поэтому эти скорые поедут помогать и гражданским, и тем, кто на передовой. И хотя мы понимаем, что наш вклад очень маленький, но он имеет значение. Чтобы собрать необходимую сумму, школьники устроили благотворительный марш. Это была идея учителя Истои. В 1999-м он устраивал подобные мероприятия для поддержки беженцев из Косова. Идти 20 миль, честно признаюсь, было невесело. Я была в неправильной обуви. И у меня образовались ужасные мозоли уже с самого начала. Но оно того стоило. Мы привлекли наших родственников, друзей, знакомых, чтобы спонсировали наш марш. Каждый ученик нашел в себе спонсоров. И так мы насобирали средства на эти скорые. В этой школе уже провели три благотворительных мероприятия в поддержку Украины. Как только началась война, организовали сбор средств для детского фонда ООН-ЮНИСЕФ. Потом собирали вещи для беженцев и отправили их на границу Украины с Польшей. Я бы очень хотел развить желание делиться с другими. У как можно большего количества детей нашей школы. Ведь всем нашим ученикам очень повезло с родителями. И более чем комфортными условиями жизни. Поэтому мы хотим им привить чувство, что есть и другие люди, у которых нет таких хороших условий и свобод. И что это их ответственность делиться с теми, кому в жизни повезло значительно меньше. Параллельно школьники узнают больше об Украине. За последние два месяца тут провели уже два больших собрания. На первом рассказывали о начале войны. Но этого оказалось недостаточно. Поэтому вторую встречу посвятили истории Украины и событиям, которые привели к военным действиям. Мы очень хотели помочь Украине. И нам сложно себе представить, насколько там тяжелая ситуация. Но даже в старом добром небольшом Уорике люди наблюдают за развитием событий и переживают. Мы чувствовали себя беспомощно, ведь мы далеко от Украины. И очень обрадовались, что сможем помочь хоть кем-то. Уже семь частных школ Великобритании вызвались приобрести скорые для Украины. И на этом украинские волонтеры не останавливаются. Убеждают и остальных следовать их примеру. Последние 10 лет я работаю с образованием. Помогаю детям поступать в британские школы и посетил около 130 школ лично. То есть у меня есть контакты. И как только началась война, мне пришла идея, что стоит их привлекать к нашей деятельности. Тем более, зная британские традиции благотворительности. Все они занимаются благотворительностью. Вот я и решил, а почему бы и не реализовать? Одна школа, одна скорая. Перед отправкой в Украину эти скорые загрузят медикаментами, оборудованием для операций, продуктами и средствами гигиены. Этим всем обеспечат волонтеры из лондонской диаспоры. А школьники получат фотоотчеты о работе этих машин на передовой.